Лукашенко уже принял решение об участии в войне, он уже участвует в войне, поэтому здесь не нужно тешить себя иллюзиями относительно того, какой выбор он примет. Мы видим все признаки того, что Лукашенко идет именно в сторону военного вторжения против Украины. Сейчас вопрос только в том, что он может выторговать у России взамен на это решение. Но самое главное, что мы должны понимать, Лукашенко уже сейчас участвует в войне против украинского народа, поэтому здесь нельзя ставить вопрос, будет или не будет он участвовать в этой войне. Это участие уже происходит. А скажите, пожалуйста, вот вы также, как и господин Латушка, подтверждаете, что Лукашенко по факту уже принял участие в войне, но тут речь идет, я понимаю, что ракетные обстрелы ведутся по информации разведки с территории Беларуси, но почему речь не идет о сухопутном вторжении, как это сделала ранее Российская Федерация 24 февраля? Лукашенко понимает, что его армия не способна отбивать или нападать на Украину, видя результаты вторжения Российской Федерации, видя, что уже более 17 тысяч военных потеряно, либо погибли, либо в плену? Безусловно, что армия является срезом общества, и то, что антивоенное настроение превалирует в Беларуси, безусловно, это присутствует и в белорусских вооруженных силах. Для большинства, абсолютного большинства белорусов и рядовых людей, которые служат в вооруженных силах, сейчас война против Украины, это война за чужие интересы, против своих людей. Поэтому, конечно, Лукашенко оценивает в том числе и боеготовность белорусских частей, готовность их поднимать оружие против украинцев. Но здесь, опять же, мы понимаем, участие Беларуси, на сегодняшний день, Лукашенковской Беларуси в этой войне, это не только предоставление аэродромов и возможности запуска ракет против Украины, но это и обслуживание российских войск, это и лечение раненых российских военнослужащих, это поставки продовольствия, это обстирование, обслуживание российских военнослужащих. Поэтому здесь участие, масштаб участия лукашенковской Беларуси, лукашенковской модели в этой войне гораздо шире, чем просто запуски ракет. Если сейчас судить по Владимиру Путину, то по факту Кремль уже проиграл в войне против Украины. Проиграл в плане того, что они не ожидали такого сопротивления, это раз. Они не ожидали таких катастрофических потерь, это два. Даже если судить по международным и другим странам, например, как Нагорный Карабах, то кроме занепокоения, обеспокоенности, Кремль больше никак не выражает ничего про ситуацию в Нагорном Карабахе. И войска пока что, по данной информации, по состоянию на этот час, пока что не отправляет. Говорит ли это о том, что по факту заканчиваются ресурсы у Российской Федерации? Как вы это видите со своей стороны? Не сложно сказать, какими ресурсами располагает Российская Федерация, но мы видим, что они активно рекрутируют сейчас наемников. С Ближнего Востока появилась информация о том, что порядка 200 боевиков Хезбалла прибыли в Беларусь для подготовки, для тренировки с тем, чтобы воевать на территории Украины. И в этой связи мне интересно было вчера услышать заявление президента Украины Зеленского в интервью телекомпании «Дождь» о том, что если Лукашенко примет решение или каким-то образом выведет Беларусь из войны против Украины, то он может остаться хозяином Беларуси. Я здесь хотел бы отметить, что мы воспринимаем это заявление с удивлением. Мы видим, что здесь есть какие-то признаки непонимания того, что происходит в Беларуси. Беларусы ни в коем случае не поддерживают войну точно так же, как они не голосовали за Лукашенко. Лукашенко сегодня является марионеткой Кремля. В то же время настоящие беларусы сегодня приезжают в Украину и с оружием в руках сражаются против российского вторжения за независимость Украины, но также и за независимость Беларуси. Нам нужно понимать, что если мы хотим отстоять независимость Украины, не обойтись без того, чтобы решить беларускую проблему, беларуский кризис. А это означает то, что Лукашенко должен уйти. Мы не можем себе позволить, скажем, Украина не может себе позволить, чтобы Лукашенко остался на том месте, где он есть, учитывая, сколько вреда он уже и горя причинил Украине. Если мы предполагаем, что он остается на своем месте, Украина должна быть готова к тому, что эта угроза с севера будет присутствовать для нее всегда. А по вашему мнению, чем закончится эта война для Лукашенко непосредственно, когда Путин потерпит полного поражения? Безусловно, что Лукашенко никакого будущего политического нет. Нет уже сейчас. Вопрос только в том времени, которое потребуется для его ухода и вопрос в том, какой еще вред он сможет нанести. Поэтому для нас, для белорусов и украинцев очень важно выработать совместную стратегию противодействия этой агрессии, на противодействие этой войны. Не только защитить Украину, нанести поражение российским войскам, но также и исключить Беларусь из этой войны, вывести российские войска с тем, чтобы никогда больше Беларусь не могла угрожать. Точнее, не Беларусь, а Россия и такие силы, как Лукашенко никогда не могли больше угрожать и бомбить украинские города. Но, в свою очередь, и Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси, также уже говорила о том, что Беларусь по факту оккупирована Российской Федерацией. Ведь в данной ситуации страдают не только украинцы от Лукашенко, а и белорусы. Я бы сказал, даже в первую очередь белорусы страдают уже не первый год. Так скажите, пожалуйста, как же, по вашему мнению, можно изменить всю эту ситуацию, чтобы и белорусы почувствовали себя деоккупированными, и украинцы по факту от Лукашенко тоже? Почувствовали себя деоккупированными и не чувствовали таких проблем. Как вы считаете, хватает ли сил на международных аренах бороться за права и белорусов, и украинцев? Если мы будем действовать вместе, у нас хватит таких сил. Если мы будем согласовывать свои действия, свои стратегии, свое видение, да, безусловно так. Нужно признать факт того, что Беларусь находится под фактической оккупацией Российской Федерации. И те действия, которые происходят, решения, которые принимает Лукашенко сегодня, они соответствуют интересам Кремля, но напрямую противоречат национальным интересам Беларуси, напрямую противоречат Конституции, законодательству. Они являются предательством, интересам украинского народа, нашим отношениям с украинским народом. Но самое главное для нас, для белорусов, это то, что присутствие российских войск, такое неконтролируемое массированное присутствие российских войск на нашей территории, является серьезнейшей угрозой нашему собственному существованию как государства. Поэтому, да, действительно, вы правы здесь, что для нас эта угроза непосредственно, она уже сейчас на нашей территории, и нам, конечно, нужно изо всех сил стараться для того, чтобы исключить Беларусь из этой войны. Я бы даже сказал так, если бы Лукашенко не принял решение о том, чтобы российские войска злоупотребляли территорию Беларуси против Украины, самой войны не было бы. Именно Лукашенко открыл эту возможность для Путина, надеясь на то, что он сможет на этом капитализировать, приобрести какую-то политическую, финансовую, экономическую выгоду. Вплоть до того, что есть инсайды, что Лукашенко готов был рассматривать возможность получения контрактов на восстановление инфраструктуры Украины, когда российская армия победоносно бы закончила ее за 3-4 дня, как он это сам предсказывал. Поэтому Лукашенко является реальным непосредственным врагом Украины. Не нужно тешить себя иллюзиями, что когда-то Лукашенко может стать другим, или что он таким не является сейчас. Это враг, и с ним нужно обходиться соответственно. А скажите, пожалуйста, как по вашему мнению, мы видели все и видим, как народ Беларуси противостоял и противостоит режиму Лукашенко. Но вы говорите, что по факту у Лукашенко политического будущего нет, но он сейчас сам создает свое какое-то из параллельной реальности политическое будущее. То есть сам себе решает, кто президент, сам себя голосует, сам себе дорисовывает цифры. В данном случае, как вы считаете, если Украина сейчас даст мощный отпор, будет продолжать давать мощный отпор российской армии, российской федерации, в следствии победы Украины над Россией. Реальна ли последующая победа белорусов над Лукашенко? Именно так. И те добровольцы белорусские, которые сегодня отправляются в Украину воевать, конечно же, они сражаются за Украину, за независимость вашей страны, но также они и рассчитывают на то, что эта победа, она поможет и нам добиться своей победы в нашей стране, чтобы мы избавились в конце концов от этой болезни.